Разыгрываем деньги! 5 миллионов денежных призов от Альфа-Банка. Участвуют все! Следуйте за красным котиком на alfabank.ru Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Альфа-Банк. Он по дороге ехал, и вечер, все, сумерки, едет, едет, и такой удар такой. Он уходит, видите, ну, свинья. Сбил свинью. Ну, все, она, в общем-то, сдохла, такая оказия. Он такой, так, ладно, никто не видит, что свинью я сбил. Ну, ладно, типа, друзьям, да, отвезу, все, сейчас мы отметим, значит, смерть свиньи с друзьями. Типа, так, думаю, так, потащу ее к себе, к себе. Начинает тащить ее за жопу, значит, через всю дорогу. А она очень тяжелая, просто... Пытается ее в багажник положить, да. Пытается ее, значит, поднять там за ноги, значит, у нее... В багажник. Да, здесь рожа, пытается рожу поднять, значит, все, жопа падает, значит, ну, и вот все это делает вот так вот очень долго. Пытается туда засунуть. И в это время хозяин этой свиньи, который все это время наблюдал вот так вот забор, вот так вот он стоит, и говорит, только не говори, что ты ее в больницу везешь. Просто представил себе сразу, что в Абхазии МРТ для свиней есть, да, что привезли сразу, так и, к сожалению, умерла. И сразу так вот переворачивается, и мангал сразу вот там. А вот еще случай, послушайте, случай, который произошел здесь, в Геленджике, по-моему, да, это было? София Ротару приезжает в Геленджик, выступает с концертом, шикарно, поет первую песню, поет первую песню, все кайфуют, тащатся в зале. И она первую песню, поклон, и она встает и говорит, спасибо, спасибо, Анапа! И мужик из первого ряда, пожалуйста, Пугачева! А расскажи про пьяных мужиков, метелицы. Пугачева, пожалуйста, есть история просто в пику сразу, в пику. В общем, не Пугачева, а Анастасия была такая певица, помните, с рыжими волосами Анастасия. Да, это старые времена были. Да, старые времена, казино какое-то, значит, метелица. Метелица, страшное место. У нее, значит, презентация альбома, презентация альбома называется «Альбом на посошок». И она выходит вся такая нарядная, здесь сидят столики, а первый столик, за первым столиком сидят какие-то такие вот блатные ребята, и что-то трут. Им вообще все равно, что там происходит. Такие в кожаных куртках у них там не пьют. Зелёдку пьют, зелёдку пьют, подку пьют, всё, что-то разговаривают. И она такая вся возвышенная, говорит, здравствуйте, дорогие друзья, я рада приветствовать вас всех здесь. На презентации моего нового альбома называется он, в общем, как и моя первая песня, называется «Ани одинаково». А они трут, трут и очень отвлекают очень. Она вот там их спускается вниз, спускается вниз и говорит, моя первая песня называется так же, как и мой альбом. И почему-то она подходит к этому столику именно, и она говорит «На-па-са», даёт ему микрофон, и он понимает голову и говорит «Си». История с Галустяном, которая произошла, шикарная. Раз уж мы в Сочи, я вспомню историю про Галустяна. Про попугая? Да. О, это истерика. В прошлом году кто-то Галустяну дарит огромного попугаю ара. Думают, у ары нет ары, делает такой ему подарок. Этот попугай уже взрослый, но только-только попадает к нему, уже такой уже старый, заматеревший. Они его сажают в клетку, а у Галустяна дома ещё кошка. И они сажают его в клетку, и кошка начинает вот так себя вести агрессивно. Ты самое главное скажешь, что этот попугаю был уже 15 лет, он был у другого хозяина. Я сказал, попугай взрослый, от другого хозяина, да. Кошка начинает себя агрессивно вести, ревновать, начинает бросаться на клетку. Они с женой думают, дай-ка мы его выпустим, посмотрим, какая будет реакция. Выпускает этого попугая, представьте, вот этот полутораметровый ара, спрыгивает на кухне на пол. С огромным клювом. На пол, и с огромным клювом начинает идти на кошку вот так. Кошка от неё, ща-а-а, ща-а-а, а у него просто огромный клюв, вот такой стеклянный взгляд, и он идёт на неё. Она от неё, ща-а-а, и уже всё, некуда отступать, она в угол уже прижалась. У неё вот такие вот волосы, вот такие уши, хмос, она ща-а-а, всё ща-а-а, шипится вот такая, с кривой спиной. Попугай к ней подходит, так медленно, вот так вот, лицом к лицу они стоят, и он мне говорит, чай будешь? Разыгрываем деньги. 5 миллионов денежных призов от Альфа-Банка. Участвуют все. Следуйте за красным котиком на альфабанк.ру. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Это реальный стакан. Я сейчас вспомнил чувака вот этого, весельчака, который в платный туалет, платный туалет, ну, в общем, очередь в платный туалет, а он такой веселый, с девушкой стоит, и там сидит на кассе на этой, значит, женщина, которая, ну, просто все увидела в своей жизни, она вот в платном туалете работает, но у нее лицо каменное просто, каменное. И он к ней подходит, такой веселый весь такой, дай-ка пошучу, и говорит, сколько билет на киносеанс стоит? Она просто с каменным лицом говорит, у нас одна цена на все сеансы. Он говорит, а куда вот, в какую кабинку мне лучше пойти, чтобы фильм лучше видеть? Она говорит, в любую иди, все равно фильм. Про Гарика, кстати, тоже недавно, вот ехали когда, куда-то мы ехали. Гарику подарили майку. Мы едем все на гастроли в поезде, огромной толпой, весь камень. Жаркую, желтую майку, огромную. Какие-то поклонницы нарисовали, значит, на этой майке на спине огромными буквами, написано Гарик Мартиросян, и там внизу Камеди Клаб, огромными буквами. Нет, Гарик Мартиросян, ведущий Камеди Клаб. Ведущий Камеди Клаб. На спине, да. На всю спину написано. Едем в поезде, жарко, Гар одел эту майку, в общем, забыл вообще о том, что у нее там все что-то. День целый едем, к вечеру, да, куда-то подъезжаем. Очень долго едем, забыл вообще, что там у нее сзади написано. Мы доехали до Белгорода уже, да. Да, и вот прямо на остановке он выходит ларек купить что-то попить. Мороженое. Мороженое, да. И подходит к ларьку и говорит, вот можно мороженое, пожалуйста, ей. Да, какое будете, там, вот это. И вот так вот разговаривает. Давай я покажу, как он разговаривает, мороженое мне купить. Идет женщина, реально, вот так вот мимо женщины этой всей истории идет такая, смотрит на нее, говорит, и так бы узнали. Это реальный случай. Так стыдно было. Слушайте, историю, которую нам рассказал друг из Белоруссии, все, что прилетает из Белоруссии, мы, конечно же, принимаем за правду, это история про то, как надо руководить страной на самом деле. На одном светском рауте Лукашенко подходит к очень известному бизнесмену Белоруссии и говорит, у вас Бентли. Он говорит, да. Продайте ее. Говорит, хорошо, а почему? Кризис, в стране кризис, люди ездят на плохих машинах, людям нечего есть, вы ездите на Бентли, всех раздражаете, вы должны это понимать сами, продайте вашу Бентли, продайте и все. Он говорит, да, да, хорошо, я займусь этим вопросом, я продам, продам Бентли. Через две недели где-то встречаются, они еще на каком-то раунте, Лукашенко сразу к нему подходит и говорит, продал? Он говорит, нет, ну мы уже сделали объявление, уже сейчас вот вывешиваем в интернет, он, вы продайте ее, продайте. Он говорит, ладно, хорошо, я обязательно продам. Через неделю еще встречаются на каком-то симпозиуме, он говорит, продал? Тут, говорит, ну уже начали звонить люди, но пока еще покупатели нет, машина дорогая, вы сами же понимаете. Вы продавайте ее, продавайте. Говорит, хорошо, еще встречаются через две недели, он говорит, продал Бентли. Он говорит, продал. Кому? Вот так, личный подход к каждому гражданину, это круто. Путешествия бывают гастрономическими. Принесите яйцо пашот. А шот не согласится. Культурологическими. Самый красивый город в мире. Петербург. А где ты хочешь жить? В Испании. Он русский. И романтическими. Хорошего вечера вам, ты, чтобы чмокнулись неоднократно мы сегодня. Спасибо огромное. Это что вы говорите? Так торопит события. Но только у нас новый тип путешествий. Юмористические. На три мне личика, у меня веснушки от турецкого солнышка появились уже. А это не веснушки. Ты просто вчера с крошками на лице загорала. Смотри специальные выпуски Камеди, посвященные юмору без границ. Всей России спасибо! Камеди Клаб. Путешествия. В субботу и воскресенье. В девять вечера. На ДНТ-4. Субтитры сделал DimaTorzok